Боевики сегодня уменьшили количество обстрелов в зоне АТО, но по-прежнему применяют минометы и гранатометы. Украинская армия вынуждена стрелять в ответ. Горячие точки Гнутово, Красногоровка, Зайцево и Опытное. Традиционно напряженная ситуация под Авдеевкой. Там из-за обстрелов загорелась окраинная поселка Спартак. Это часть Донецка. Руслан Смещук продолжит. Армейские позиции напротив Донецкого аэропорта. В полутора километрах отсюда предместе самого Донецка. Поселок Спартак. Над крайними домами гигантские клубы дыма. Соседи. Им тоже трошки накидали. Видно, что что-то загорелось. Боевые действия на этом участке фронта не прекращаются ни на день. Буду дорожащие обстрелы. Когда прицельные, когда не прицельные. Когда сильно начинают разбирать, мы даем ответку. Меж тем пожар в поселке Спартак не утихает. Периодически оттуда, со стороны пожара, раздаются отдельные взрывы. Возможно, это детонирует боекомплект боевиков. И вот за то время, что мы работаем на этих позициях, площадь возгорания только увеличивается. Внезапно раздается команда. Быть на чеку. Заметили, вернее услышали, что перемещаются танки боевиков. Танк завершился. Они часто меняют позиции, переезжают с места на место. Танк четко, чуть-чуть, как они заводятся, прогреваются. Повезло. Вражеская броня просто поменяла позицию. Сейчас танкисты боевиков ведут себя достаточно осторожно. Не так давно попытка обстрелять украинские позиции для них закончилась плачевно. Наши подбили танк. А вот отдельных вражеских пехотинцев украинские солдаты жалеют. Иногда. Смотрю, стоит бонус реально возле твоей траншеи. Я смотрю на него. Ну, зачуханное чмо, понимаете? И к тому же еще и пьяное. Ну, как в него стрелять? Да мне на него пуль жалко. Ну, это так называемая народная милиция у них. Вскоре нам показывают старожила этих позиций. Павлу всего 19. На фронт ушел 18. Все время провоевал здесь, между Авдеевкой и Донецком. Парень скромен, о себе говорит мало. Вы 18 лет подписали контракт? Да. А до этого вы срочку отслужили? Не, не отслужили ничего. Ведется война и в тылу. Правоохранителям за неделю удалось задержать трех боевиков на подконтрольной территории. Самый опасный 42-летний уроженец Волновахского района. В 2014-м командовал разведуправлением под командованием Мотороллы. Задержанный сознался после того, как в один день погибли два его сослуживца, дезертировал и затаился на несколько лет. Я написал отпуск на две недели. Уехал домой и больше не вернулся. А заглупил, что поехал. Туда, на аэропорт. Дурак был. Ну, после того я запил конкретно почти каждый день. В начале года уже затримано и притянуто до криминальной ответственности 180 боевиков, которые принимали участь в боевых действиях. Оголошено урожено 37 человек. А установлено уже больше 20 тысяч человек, которые так или иначе принимали участь в деятельности избройных формований. В Украине действует программа, по которой участников незаконных вооруженных формирований могут освободить от уголовной ответственности, если они добровольно сдадутся и будут сотрудничать со следствием. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер.